Сейчас я предлагаю гордыми аплодисментами встретить депутата Государственной Думы, председателя парламентского российского суверенитета Лёдорова Евгения Алексеевича. Наш постоянный гость, главный идеолог. Встречай! Мы поставим вельсерам, влезти в журнале проекта. Уважаемые друзья, мы сегодня собрались действительно в святые дни. Поздравляю вас с праздником и в историческом смысле Перерославской Рады, и в нашем смысле крещения Господня. И это не случайно. Вчера действительно на Украине произошло знаменательное событие, национально-освободительное движение, народное-освободительное движение, но это одно и то же, объединилось в единую систему. И это впервые Украина на всю свою территорию заявила о том, что она хочет быть свободной, о том, что она не хочет быть в Рабаеве, о том, что она хочет жить по своим законам, и значит, она хочет быть вместе с нами, потому что мы и Украина есть части одного, просто расчлененные в результате военного поражения. И мы, конечно, восстанавливаем свой суверенитет и помогаем, и восстанавливаем суверенитет всех этих земель, которые называются Большой Россией. Но особой славой благодарности у меня сегодня к вам, потому что действительно мороз, действительно, сколько там, минус 20 где-то, говорят. Ну, мы все сюда пришли, мы показали дух русского сопротивления, которому не страшна никакой мороз, не знаю, погода. Мороз – это наш союзник, был всегда, потому что у нас такие люди, потому что наши люди не будут никогда рабами, они всегда будут биться за свободу до конца, и они освободят свою Родину. И сегодня мы переходим от подготовительной стадии освобождения нашего отечества, уже в собственное освобождение. Этот год, наверное, будет главным годом, когда будет запущен процесс освобождения нашей страны от иноземной оккупации, от иностранного гнета. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Прошлый год был непростой, но именно тогда Путин заложил основы национального освобождения и сопротивления. Тогда появилось понятие иностранные агенты, пятая колонна, статус страны как зависимое от иностранного управления. Тогда были приняты первые ручные законы, накравленные на освобождение нашей Родины.